Время водных процедур Он неразговорчив, но он хороший мужик Но если, конечно, не давать ему повода Но ведь этого не случится, верно? Ближе к делу Че вам надо? Спокуха, лучше тебе не гнать телегу Уж поверь, мой босс хочет разузнать о тебе Привычки, возраст, пол, место проживания А еще он хочет знать, какого хрена ты делал в нашей лаборатории Короче, первый вопрос Что вы искали в лабораторию? И? С Джеком, что ли, поговорить? Спровоцировать Умолять, подумать, солгать и признаться Нет, признаться это слишком просто Так Ну давайте Подумать Эй, ты глухой? Упс, по мордасам дали Что вы украли из нашей базы данных? Что-то Я ничего не знаю Включай, дурочка Может что-то спровоцировать, знаешь, такой Такой Сыграть Бонда Спровоцировать Да Давай Что не так? Уже закончил? Коп Снова по мордасам Почему вы заинтересованы в наших исследованиях? О, солгать 45 Короче, ладно Джек, подумай Эй, ты глухой? Ну, естественно Снова по мордасам Да, я глухой Поумоляем Давайте поумоляем Вдруг не добьют Не торопись У нас до хрена времени Возможно, вы не знакомы с понятием пытки Ой-ой-ой Тонкий намек Нас будут пытать Теперь вы назовитесь Я попытаюсь Блин Процент солгать не повысился Пытаемся солгать Мы никто Мы всего лишь туда говорим Снаться, Эрвин Очнись Очнись Такой Ха-ха Гудван Это было забавно Но по мордасам Мы все равно получили Хватит, Александр Ты посмотри Который час Мы пропустили игру Бейсбольной лиги Единой империи Джентльмены Прошу простить нас Надеюсь, вам понравилось Было круто, Юринг Спасибо за Уделенное время Мы с вами повеселимся Спокойной ночи, ребят Ну что, ну мы выжили Пока Пока все хорошо Пока что Неизвестно, когда дальше А, проценты повышаются Только когда ты думаешь Окей Итак, ты думаешь Что мы бывали в ситуациях Похуже, чем сейчас? Мы ведь живы, не так ли? Пока что да И мы должны продолжать держаться Хорошо Но только еще Но сколько нам еще? Я не знаю Но пока мы можем дышать У нас есть шанс Не делай и не говори Ничего глупого Нужно аккуратно выбирать выражение Мне плевать Я не выдам им правду А в неживущих Как только этот псих Узнает все, что хочет Считаем и трупы Ну он для Звучит как план Заткнись и отдохни Завтра нас ждет еще один трудный день Нас снова будут пытать Очевидно Опять пытки Угу Никакого разнообразия Да У этих ребят совсем нет фантазии О, он один пришел Это нехорошо А, нет, он там Доброе утро Готов продолжить Нелегкая, знаешь ли, работа Пытать людей Ну то есть она мне нравится Но есть свои трудности Сечешь Сложности начинаются Когда пытки становятся однообразными О, он тоже понимает Про однообразие И позволь заметить Хрен ты Разбавишь рутину Пыточных процедур Креативными решениями Креативные решения Окей В натуре Это как старый брак Начинаешь выдумывать Новые способы Удивить свою дорогушу Я тут сейчас Пытаюсь предмодерировать Простите Ты опять вот Снова на стрим Смс-то получаешь Не успеешь моргнуть глазом Я не пришел Как ты уже в костюме морячка А в заднюю дверь Стучится стропон О, боже Сам-то я, знаешь Я никогда не бывал В браке В отличие от Александра Послушал бы ты его историю Про одну из его бывших чувак Я надеюсь, он не будет сейчас На, ну давай поговорим о тебе Я точно хочу знать С кем имею Я точно хочу знать С кем имею дело Так, а Действия надо предпринять Закономерное желание Ну я все-таки Попытаюсь подумать Ты глухой? Так, по мордасам Ой-ой-ой По коленкам теперь о-о-о-о, нехорошо, ну же, просто вежливо ответьте на мой вопрос, что-то мне, по-моему, хреновастенько, о, солгать 68%, ну давай, меня зовут Сэмэль Кинес, а это Орсен Блумкович, мы повстанцы с пустынного Легина, логично, так ведь, ладно, следующий вопрос, на кого вы работаете? Всего 10% солгать, загибается, я вижу, вот мой особенно, этот еще вроде как-то держится, а может это Джеком и подействовать? Подумай, Джек, ты глухой, снова, да, по коленкам? Мне кажется, можно в каких-то таких незначительных вопросах, типа имени и правду сказать, чтобы потом солгать в более таких серьезных. Попытаемся здесь солгать, мы всего лишь люди, угнетенные единой империей, но это плохо, но это плохо, а, логично, хорошо, ему нравится. Как вы проникли в космическую лабораторию? Видимо, стоит сказать правду. Как, как ногами? Признаться. Мы купили коды доступа на черном рынке, я сожалею, но там много людей, желающих продать информацию о вас. Интересно, итак, крысеныши, вот вы кто. Вы купили коды доступа на черном рынке, но есть еще вещи, в которых я сомневаюсь. Что вы планировали делать с разведданными, украденными из нашей базы данных? Сейчас врать, врать. Подумать. Ну, тут солгать 10%, все, поэтому пока подумаем. Пытаемся даже дважды, может быть, подумать, если не загнется персонаж, что вот ему прямо плохо, вот сейчас ему прямо плохо. Александров, я не хотел навредить тебе. Если ты хочешь поиграть в героя, то моя святая обязанность выбить все дерьмо из тебя, надеюсь, ты понимаешь. Хочешь сесть? Мы можем поменяться местами в любой момент. Такой он... А он дерзкий! Нет-нет-нет, пожалуйста, что же у взрослые вещи он собирается со мной сделать? Отдохните. О! Слушай, выжили. Пережили еще один день. Отлично. Мы могли не пережить. Я боюсь стены. Это какая-то метафора? Нет, чувак, я про гребаную стену передо мной. Трудно всю ночь глядеть на нее и представлять себя прикованным к ней. Я больше боюсь топора. Фу. Окей. О! Он пришел. Простите, что заставил вас ждать. Вы же не думали, что внеживущие бросят вас здесь? Слава богам, освободи нас. Ну, надеялись, наверное. Извините, но это плохая идея. Что? Да не гони. Мы находимся в тюрьме, расположенной на горе одной из лун Единой Империи. Эта гигантская гора отлично охраняется. Сбежать очень трудно. Просто чудо, что я так легко забрался. Далеко, точнее, забрался. Я не думаю, что мы сможем убраться отсюда вместе, черт побери. Я даже не уверен в том, что смогу вернуться назад в одиночку. Ну тогда возьми стульчик и присядь. Каков план? Я знаю, у тебя есть план. Ты прав. Может, я и самоубийственный герой, но я не самоубийственный идиот. Внеживущие готовят спасательную операцию. Вам будет трудно, но это лучше, чем ничего. Точно. Что нам нужно делать? Нужно, чтобы вы выдержали 20 дней пыток. Чё, издеваешься, что ли? 20 дней? 20 дней пыток? Это мы как бы 2 дня только выдержали. Что? 20 как-то многовато. Вы знаете, что умные планы требуют времени. Но именно поэтому я здесь, чтобы помочь вам продержаться. Я уже нашел сестринскую этажом выше и постараюсь проникнуть туда, чтобы раздобыть для вас лекарств. Они помогут смягчить последствия пыток. Болевытоляющий поможет вам выдержать боль. Так что методы этих ублюдков не будут столь эффективными. Но от них вы не поправитесь так быстро, как если бы использовали лекарства. Или, если хотите, я могу раздобыть информацию, чтобы вы могли заговорить зубы вашим мучителям. Палач всегда хочет услышать информацию, в которой он заинтересован, даже если это ложь. Ты умен, Абрахам. Ты точно переживешь это? Ага, ну конечно. Мы вместе переживем. Что вам от меня нужно? Болевытоляющие лекарства или информация? То есть болевытоляющие это типа как бронежилет, короче. Лекарства это восстанавливать. Мне кажется, сейчас нужно лекарство, потому что вот что-то Абрахаму прям фиговасто. Лекарства. Понял. И пошел. Мне кажется, в чатике у кого-то точно булки сейчас очень напряжены. Да-да-да. Я смотрю на чатик и прям чувствую вот это напряжение где-то. Слышишь, треск сейчас вот раздается где-то в чатике. У кого-то просто очень напряжены булки. Ты, наверное, думаешь, так люди опускаются... Как люди опускаются до профессии палача? Мне не нравится такая постановка вопроса, как будто это что-то плохое. Но, знаешь, пытка это искусство. Я происхожу из благородного рода профессиональных палачей. Пытки это не обязательно насилие. Палаш в десятом колене. Да-да-да. Временами это и вовсе не насилие. Животные не пытают друг друга. Пытка это ремесло, разработанное людьми. Ремесло, оточенное до совершенства. Бесчисленными людьми вроде нас с тобой. Да что ж такое-то? Я сейчас звук ему выключу. Пытка это интимная практика между двумя людьми. Вот, понимаешь? Между палачом и его жертвой всегда формируется крепкая связь. Понимаешь ли, я стану последним другом в твоей жизни. Так что я предлагаю тебе наслаждаться совместным времяпрепровождением. Почему в вашей организации нужны наши разведанные? Задает он мне вопрос. Потому что... Потому что... Формирусировать, умолять, подумать. Ну давай подумаем. Ты глухой? Нет, я слезой. О, боже мой, зубы рвут. Ты видела? Он забрал зуб. Вы не... Трофей. Я... Я... Я сейчас это вижу. Ужал. Вы не хотите угонять машины. Вы не хотели убивать... Вы не хотели угонять машины. Вы не хотели убивать детей. Пиратство тоже преступление. Признавайтесь в ваших планах. Я чувствую, что если я еще раз, как бы, не отвечу и на его вопрос, то я просто сдохну, реально. Мы хотели добыть денег для нашего дела, продавая секретную информацию. Логично. Следующий вопрос. Кто ваш лидер? Ну, тут нельзя отвечать на него. Ну, нельзя мне отвечать на этот вопрос. И лгать глупо, пытаться, потому что 10% что, умолять, может быть? Умоляй. Умолять. Давай. Если ты не остановишься, придется допрашивать труп. Возможно, вы не знакомы с понятием пытки. А-а-а-а. Ой-ё-ёй. Ой, нет-нет-нет-нет. Что, еще один зуб? Да. Ужас. Расскажи мне все о вашем лидере. Признаться. Я не знаю просто, что еще сделать. Я реально помру, если сделаю это. Ладно, подумать. Ты глухой. Интересно, выдержали, а еще один зубик. Джек, кстати, почему-то лучше держится. Так, о, вроде держится. Так. Бёрден. Ответь мне, Бёрден. 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 Все. Бёрден мертв. Вы признались один раз. Джек выдержал 11 очков урона. Бёрден выдержал 20 очков урона. Ваш излюбленный запрос лекарства. Я всего один успел. Все, так. А, прям совсем заново? Зашибись. Не, ну хорошо, что, по крайней мере, не с первой главы. Да, это радует. Так. Ну что там? А, действие нужно какое-то произвести. Да, ну давай начнем с раздумий. А нафига тогда... У меня другой вопрос. Нафига тогда есть действие провокации, и умолять. Если они, как бы... Ну, я пока не заметил от них, в общем, профитов. Да? Так. Может, они потом как-то понадобятся? Пытаемся ещё раз солгать. Мы установили червя, чтобы шпионить за всеми вашими разговорами. Мы знаем о всех игрушках, которые ты покупаешь для Александра. Нет, он, похоже, не поверил. Это было забавно. И дал по мордасам. Почему вы заинтересованы в наших исследованиях? Подумаем. Да хотя, подожди. Ну, признаться, может быть. Заинтересованы. Ну окей, чё вы. Поэтому и заинтересованы. Мы украли данные ваших исследований вируса Медуза. Интересно. Итак, вы, придурки, пытались разузнать о смертельном вирусе Медуза. Но есть ещё вещи, в которых я сомневаюсь. Что вы планировали делать с разведданными, украденными из нашей базы данных? А вот сейчас я подумаю, пожалуйста. Сейчас бы соврать, наверное. Да, да, да. Ну да, подумать и наврать. Почему вашей организации нужны наши разведданные, снова спрашивает он. И солгать с вероятностью 2 из 3. Мы хотели добыть денег для нашего дела, продавая секретную информацию. Логично. На кого вы работаете? И опять нельзя солгать. Ну то есть, как бы, попытаться-то можно, но без шансов. Ну давай подумать. Ты глухой. Снова получим по мордасам. Посмотри. А, всё. День окончен. Зашибись. Ну не так всё плохо. Всего несколько раз по морде получили. Ну, пока да. Посмотрим, как там дальше будет. Так. Итак, ты думаешь, что... Это 20 дней продержаться. Это же капец. Я вообще офигеваю. Ну 20 дней это очень много. Но этот разговор мы уже слышали, поэтому сразу к дню 2 переходим. Это просто даже, в принципе, долго. 20 дней. Прикинь, 20 дней смотреть, как в игре твои персонажи пытают. Кошмар. Слава богу, игрового времени нереального. Да. Как я императора ради невразима тоскую по кофе. Оно было запрещено 7 лет назад, потому что наш любимый император решил, что кофе подогревает повстанческие настроения. Иногда я мечтаю, что император спустится к нам, чтобы я мог показать ему все направления, по которым я с ним не согласен. Александр. Забудь, что ты только что услышал. Но суть в том, что активность повстанцев действительно снизилась. Так же, как и у наших исследовательских отделов. Ума не приложу. Какое тебе дело до исследования парочки ученых с кофейной зависимостью? Отлично, Ирвинг. Тогда я должен тебе кое в чем признаться. Мы туда не за кофейком ходили. Да ладно. Расскажите о своей организации. Могу ли я попытаться... Нет, все-таки я еще подумаю немножко. Так. Ты глухой? В этот день они бьют по коленкам? Угу. Чудесно. Не многие осмеливались бросать вызов Единой Империи. Где эти вот... Где эти идиоты сейчас? О, 82% для лжи. Интересно, а если я сейчас признаюсь? На какой-нибудь просто более важный вопрос, может быть, ответить потом ложью. Угу. Попробую признаться. Мы работаем на внеживущих. Она зашибись, признался. Противников образованной федерации. Интересно. Итак. Вы пытались разузнать о смертельном вирусе Медуза. Вы внеживущие террористы, которые прячутся за революционными идеалами. Но есть еще вещи, о которых я сомневаюсь. Кто ваш лидер? И вот тут я солгу. Давай. Ври. Солгать. Наш лидер Брайан Кернсмит. Также известный как Разрушитель Империи. Логично. Следующий вопрос. Как вы проникли в космическую лабораторию? Можно ответить. Ну можно, но подумать рано или поздно придется. Так что как бы. Надо выдержать пару ударов. Ну может быть выложу на ютуб. Я еще не решил. Есть ли какие-то тайные ходы в нашу космическую лабораторию, о которых мы не знаем. Продолжает он. Ну признаемся. Так. Мы купили коды доступа на черном рынке. В прошлый раз мы тоже так сделали. Интересно. Да, да. Итак. Вы придурки пытались разузнать. Бла-бла-бла. Есть еще вещи, о которых я сомневаюсь. Где ваша штаб-квартира? Вот этого я им не скажу. Вот этого я им не скажу. Так. Подумать. Ты глухой. И снова по коленочкам. А мне кажется сейчас до... День просто закончится. Садюги. Молоточком по коленочкам. Молоточком бьет. Кошмар. Во-во-во, я же говорил, что сейчас день завершится. Как часто будет эта игра? В каком смысле? В смысле, с... Только сегодня. Только сегодня, только сейчас. Больше не будет. Без повторов. И продолжений. Я не всегда выкладываю... И продолжений. Я не всегда выкладываю записи стримов на YouTube. Я, например, стримил Divine Divinity, полностью прошел. Это вообще нигде в записи нет. Надеюсь, с Марвином... А, ну сейчас этот парень же появится. Мы уже знаем. Так. Ну давай. Мы, собственно, об этом тоже уже всем говорили. Я снова возьму лекарство, наверное. Хочу, чтобы меня вот снова откачали. Вот мне просто очень интересно. А он ежедневно будет? Каждую ночь он будет приходить или нет? Напишите, пожалуйста. Да, напишите реально нам. Подними руки, если хочешь освободиться. Развяжи меня, и я подниму твои зубы прямо в твои мозг. Да, говорят каждую ночь. Хорошо. Александр, похоже, у нас тут бешеная псина. Хочешь поиграть, бешеная псина? Я тоже. Давай поиграем. Я убью тебя, и твоих друзей, и твою семью, и твоих домашних животных. А потом сожгу одежду твоих домашних животных. Браво. Не могу даже представить, где могут прятаться такие идиоты. Это опять-таки к вопросу о том, где мы находимся. И у меня 76% солгать. Окей. Я так понимаю, что в большей степени моя задача как можно больше, как можно дольше продержаться, и при этом дать ему как можно меньше информации. Мы обосновались в глубокой пещере на планете. Ну, понятно. Следующий вопрос. Кто вы? Причем мы уже отвечали на вопрос, кто вы. Поэтому я думаю, что можно... Отвечить. Не, ну даже если я отвечу, что мне это даст? У меня... Ну ладно, признаемся. Меня зовут... А, кто вы теперь конкретно люди, да? Джек Маслова, кажется. Оказывается. Интересно. Теперь он рассказывает нам всю нашу подноготную, которую мы ему на текущий момент сдали. Что вы планировали делать с разведданными? А вот над этим стоит подумать. Так, ты глухой. О, опять зубки. О, боже мой. О, да. Оф. Хорошо. Крайне неприятно. Почему ваша организация нужна наша разведданная? Снова. Что еще подумаем? Или попытаться... О, давай попытаемся поумолять. Типа говорят, что рандомно срабатывает. Ты сейчас убьешь меня. Возможно, вы не знакомы. Не получилось. Что со стримом? А что со стримом? У тебя нормально срабатывает? У меня все окс со стримом. Что с ним? Так. Подумать. Еще зуб вырвет. О, боже мой. Мне кажется, короче, что это уже все. Да что... А, все, день окончен. О, жесть. День простоять и ночь продержаться. Ну, тут действительно ночь продержаться. Они все кровоточат. Я думаю, у Александра есть мышцы в местах, где у обычного человека нет и в помине. Мне начинает нравиться этот стул. Интересно, почему его рожа выглядит так брутально? Может быть, он милашка внутри? Тьфу, тогда он был бы еще страшнее. Снова приходит этот. Такой болеутоляющий. Если я возьму болеутоляющий, то меня там все равно за пару ударов выбьют, мне кажется, нафиг. А это попытаться, конечно, стоит. Вот и он, мой любимый блондинчик. Я думал, что я твой любимый блондинчик. Не стоит драться за меня, мальчики. Пошутил, да? Вы оба мои любимые заложники из тех, что были в моей жизни, говорит он. Что вам от меня нужно? Болеутоляющие. Он на следующий день все приносит? Не понял. А, в смысле, даст все на следующий день? Что, взять... Попробуем взять болеутоляющие. Ничего. Да не висит стрим на кибергейме. Ты на кибергейме смотришь сейчас? Марин? Да, да. Я на кибергейме смотрю. Я даже сам сейчас смотрю. У меня все отлично. Да? Все окей, ребят. Перезагрузите просто и все. Да, обновите страничку. Так, ну давай болеутоляющие попробуем. Хотя, мне кажется, это глупо, потому что, ну, они нафиг уже почти убиты. Угу. О! Они, короче, раз таки и норм вообще. Окей. Окей. Нет, ну смотри, я так поняла, сейчас он вам принес лекарства, которые ты в тот раз просил, нет? Да? Он же вас с того раза не лечил ведь. А-а-а. А ты на следующий раз, видишь, попросил, то есть в следующей ночи он вам принесет болеутоляющие. Вот оно, чувак. Ну, может быть, оно и целесообразно. Ну, хорошо. Чувак, прошлой ночью мне приснился очень странный сон, прикинь? Там все было черно-белым, все кроме оранжевого огонька моей сигареты. И я не был блондином. Может прозвучать глупо, но я носил косуху и отпустил длинные волосы. Я жил в мире из бетона и ежедневно лицезрел людей с черными мешками на голове. Самое крутое, что Александра там не было без обид. И я пытался каждого... Я пытал каждого из этих мишкоголовых. Это было чертовски весело. Но однажды появился странный чувак в противогазе с зелеными стеклами. И сказал, ваш мир был создан менее, чем за 72 часа. Эй, проснись, и начни уже дубазить нас, пожалуйста. Чувак, как грубо. Итак, что такие паршивые повстанцы, как вы? О, сегодня горелочки газовые, отлично. Делайте с нашими бесценными данными. О, это будет весело, я чувствую. Это будет весело. Сейчас начнется отжиг. Так. Вот это интересно, 10 или 70% солгать? Попытаемся солгать так или иначе. Мы хотели добыть денег для нашего дела, продавая секретную информацию. Следующий вопрос. Кто ваш лидер? Опять, а? Вот опять. И у меня всего 10% солгать. Подумать, что он будет жечь. Вот мне что интересно. А, не-не-не. Это не горелочка. Это лом, да. Да, эта штука может быть довольно бесполезной. Болезненная в заднице. Расскажи мне все о вашем лидере. Слушай, а, пока они только пугают. Вот, я так понимаю. Пока они только пугают. 40%. Ну, блин, надо думать. Умолять это прям вот как бы шанс-шанс. А подумать это, по крайней мере, 100%. Ты глухой? О-о-о-о! Так. Кто ваш лидер? Что вы планируете? Солгать. О, боже мой, я это увидела. Кошмар. Ох. А мне, представляешь, как на это было смотреть? Ой, ужас. Мы внештатные киборги. Да какого? Он не поверил же. Ну, а процент-то хороший был. Это было забавно. Да, эта штука может быть довольно, но это мы уже слышали. Вашего лидера называют дрянным мятежником. Правильно? Исправьте меня, если я ошибся. 63%. 63%. Попытаемся еще раз. Мы последователи культа Большого Александра. Прости, Санек. Пришлось перед... Да чтоб так... Да чтоб его, а! Проценты-то все снижаются. О-о-о-о, черт. Слушай, а меня не тронули. А тому прям поплохело-поплохело. Так, как зовут вашего лидера? Блин, ну мне надо подумать над этим. К сожалению. Мне кажется, Джек помрет, короче. Сейчас, сейчас Джек помрет, я чувствую. Ужас. Не помер? Да мы оба сейчас помрем. Не надо. Кто ваш лидер? 79%. Наш лидер, Брайан... Угу, вот. В этот раз прошло. Подожди. Я забыл положить мороженое. Все, день завершается. Фуууу. Да. Так, но опять плоховато, конечно. Ты когда-нибудь мечтал завести семью? Спрашивает Джек. После сегодняшних пыток, по-моему... А можно, ребята, пожалуйста, не спойлерить? Я понимаю, что вы все уже прошли эту игру. А что, там кто-то спойлерит? Но, пожалуйста, давайте вот... Тонкостью сюжета оставьте при себе, пожалуйста. А я уже говорил сегодня о том, что я научился стримить в нашем чатике чудесном. Точнее, не стримить, а банить в нашем чудесном чатике. Вот, поэтому вы можете просто получить бан, если не прекратите. Так, я не такого рода человек. Борьба за образованную федерацию, внеживущую. Больше 10 лет боевых действий тебе не кажется, что мы сделали уже достаточно для этой вселенной? Ты прав, тебе нужно уйти в отставку, как только мы выберемся из этого дерьма. Согласен, а что насчет тебя? Тебе тут пишут, что ты каждый раз пугаешь баном. Я думаю, пора время закончить и забанить. Кого забаним, да? Мне вообще пофигу, я прямо сейчас могу. Что, ребят, кого забанить? Кто хочет стать добровольцем? Добровольцем для вас. Раз вы такие. Раз вы такие смелые. Меня банить? А тебя смысла банить, ты ничего не пишешь. Привет, парни, какие новости? Так, ничего интересного. Ну, короче, ладно, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Они тут шутят, шутят. Чего попросить на следующий раз? Ну, на этот раз мы попросили болеутоляющую, поэтому надо просить лекарства. Лекарства, я думаю. Пригодится. Ну, или, я не знаю, можно, конечно, информацию, но я не знаю, сколько они без лекарства протянут. Да нет, конечно. Нет, но информацию, кстати, тоже было бы неплохо, да, мне кажется, она даст хороший шанс к вранью. Скорее всего, именно так, да, но просто видишь как-то. Я сейчас-то сомневаюсь, что мы выживем? О, у нас сменилась картиночка. Ну, будете нести фигню, мне не нужно будет всех байнить, мне достаточно будет чатик выключить, ребят. Потому что я чат не постоянно читаю, поэтому я... Да как бы просто, чтобы не получилось так, что Марина читает фигню, не пишите фигню. Понимаете, просто процент фигни в чате больше, чем процента адеквата, поэтому я чаще замечаю фигню. Пишите более, как бы, нужные вещи, тогда я буду замечать нужные вещи. Так, это у нас уже было рассказ о том, что Александру было в браке и прочие вещи замечательные. Так. Плоховасто, конечно, плоховасто всё. Так, а мы только на джеке можем проводить какие-то сейчас действия, насколько я понимаю, ну окей. А чё какое-то вопрос-то? Признаемся, короче, пофиг. Вам нас не найти, наша база расположена на гигантском космическом корабле, который постоянно движется. Интересно. Ну, вроде бы, кстати, норм прошло таким образом. Так. Стоп, а какой вопрос? Да блин, я опять пропустил какой вопрос. Хорошо, подумай. Ты глухой? Сейчас, выправка, выправка лучше станет. Угу. Александр, прямо... Ноги удлинятся. Почему вашей организации нужны наши разведанные? Так. Ещё раз подумаем. А, какого? Ты видела это уже? Фак. Я полагаю, что мы проиграли. Фак. Это было сильно. О, окей. Так, ещё по пыточку. Я думаю, что стрим на самом деле будет не два часа. Скорее всего, потому что два часа этих пыток я не выдержу. Посмотрим, посм... Так, ну давайте. Чё, у тебя ещё 50 минут, он есть. Ну да, ну просто... Половина уже прошла. Подумаем. Подумаем. Ну, это жёстко было. попытаться солгать 40 процентов нормальный шанс мы обосновались глубокой пещере на планете враждебный кружишься планета защищает нас от большинства сработало смотри даже даже когда 40 процентов почему не сохранился о чем можно я реально смотрю тут нельзя сохранять тут можно только сохранить и выйти поэтому не вижу смысла в этом как вы проникли в каждый раз сохранить и выходить и и тоже не получится авто нет если только там ну ладно пофиг подумаем так ты глухой ну это просто кулаком по морде это не прикольно нет стримов по этой игре больше не будет зачем эксклюзив так пытаемся еще раз вдруг прокатит в торте проникли в торте да 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 потом услышали нужную мелодию и выскочили из него топлис как мы прошли гнули подумаем подумаем лучше я постоянно об этом думаю как вы попали в космическую лабораторию вас даже никто не заметил солгать 70 процентов наш хакер вывел из строила судя по всему сработает да окей хватит александр день прожит отлично когда знаешь когда я начинал играть такая точнее когда мы придумали что будем стримить эту игру я чё-то не ожидал такого и кишков наружу выдирание зубов и раскаленных ломов тоже так какие были утоляющие блин только первый день тот парень после второго дня приходит нам еще как-то самим нужно прожить самостоятельно до доброе утро я короче даже слушать его не буду нафиг с его историями вообще так и чё прикинь ничего не могу сделать мне нужно мне нужно обязательно дождаться пока он подойдет а предполагалось что он будет идти и говорить медленно понимаешь медленно идет и говорит а он снял молоток сейчас картина что вы планировали делать с разведданными украденными из нашей базы данных что мы планируете их вообще мы планировали подумать над этим над этим вопросом как вообще не представляете как здесь можно 20 дней профи горить 20 дней это слишком попытаюсь солгать себя процент большие поклонники единой империи не получилось не получилось это было забавно и раз таки суша это было забавно и еще от мордовали обычно это было забавно и больно и больно подумаем теперь хоть нас пытать уже спустите нас дяденьки мы больше так не будем и так что такие паршивые повстанцы с нашими блин мне уже плохого 100 65 процентов солгать предложил мне сделать какую-нибудь блин сейчас похоже может нас добьют даже добьют уже ну как-то да как-то быстро в этот раз не задалось как-то не сдалось ну блин признаться что солгать я буду лгать до последнего денег для нашего дела продавая секретную информацию вот всего на кого вы работаете я хочу вашу гардеробщицу а я пробую поумолять я не думаю что выдержу больше хорошо хорошо у нас еще много времени дышит о все день прожит не зря да определенно не зря но я чувствую что следующий день мы не факт что проживем потому что что-то как-то фиговасто ребятам почему мы выбрали этот для короче приходи давай там ты блондинчик бла-бла-бла он нам расскажет конечно все очень полезно так попросим лекарства наверное у него то что чувствую что у нас хорошо так отделают за следующий день да уж чем мне кажется есть даже смысл всегда лекарства просить а а и Субтитры подогнал «Симон»